так ну девчонки мальчишки привет и сегодня у нас будет болтологическое видео расслабленная как раз как специально для яны все как мы любим расслабленная болталка без долгих тщательных монтажей без ничего и опять же без косметуса вот сижу перед вами как есть единственное я хочу пока мы будем с вами сегодня и болтать сегодня будет три в одном болталка раз дальше покажу что купила новые покупочки 2 и если не очень долго затянемся то еще покажу кое-что из закончившихся баночек 3 вот у нас три будет хорошо теперь начну с убирания волос кстати девчонки мальчишкам вряд ли но мало ли друг пацаны вы тоже слушайте вот заколочки такого плана мне очень нравится я их использую для себя и для девочек моделей которых крашу они удобны тем такие я не знаю как правильно называются крокодильчики я бы их назвала вот так они крокодилят открывают ротик они очень удобны тем что они вы можете убирать волосы и они не делают такого залома на волосах поэтому кому-то это важно мне кажется вообще девочкам важно все девочки любят красоту и никто не любит заломы вот если не любите заломы вот такие самые удобные там не крабики не какие-то другие заколки а это очень хорошая форма наносить вообще не в качестве рекламы ребята забудьте я уволилась из ревгоши сто первый раз повторю и все знают абсолютно не во время работы в ревгош жизни мне никогда от ревгош ни одного хоть красоту крохотусенького ничего не поступало предложение их рекламить поэтому никакой рекламы вообще а вот патчи от евы мозаик я купила в своем магазине и хочу сейчас при вас нанести помните первые патчи они у меня были а по-моему с неацинамидом с бетаином фиолетовая была упаковка увлажняли и что-то не помню еще там делали а вот это вот кофеинного я их купила вам уже 10 раз показала и вот при вас прям открываю не потом увидите когда уже закончится в пустых банках здесь 30 штук на свои кровные в своем магазине было куплено еще во время работы и поэтому сейчас первый раз открою зип-застежка здесь так что кто боится ничего тут не высохнет у вас смотрите вот они мои старые видео вы увидите что я отпользовала всю эту пачку они ничем не хуже гидрогелевых абсолютно вот я сейчас достала две штуки сейчас я их нанесу и пока буду уже показывать вам все остальное хорошо так потому что девочки я очень очень давно не делала никакой красоты себе время нету вообще я думал уволюсь ну когда увольнялась чем-то надо было скрасить пилюлю уволнения уволни увольнение и я думала что будет у меня столько время боже я столько времени потрачу на видосы на себя там на что-то еще и что вы думаете время у меня как не было так и нет вот от слова совсем может быть я стала только единственное чуть больше спать это это спорный вопрос ночью у меня самая активность я могу ходить мертвое вечером но вот ночью как бы я перетерпливаю тот временной промежуток когда мне очень хочется спать и меня вырубает и начинает болеть голова слабость вот это все и я это все переживаю и к ночи я уже так расхожусь что надо спать потому что биоритмы у нас мы все знаем так работают что самый лучший сон в определенный период времени по моему с 11 ночи с 11 кажется ночи и до не помню какого-то момента какой там 11 ночи даже об этом речи нет все пока я сделала себе вот эти вот котиковые глазки или пандочку такую с кофеином снятся на мидом и с пептидом но мне бы сейчас главное увлажнить и немножечко просто немножечко хоть поработать с этой областью которую я вообще бросила и ничего с ней не делаю так давайте теперь про покупки пока я сижу покажу девчонки что последнее заказала купила и наверное самое то что я уже успела попробовать давайте все ссылки будут как всегда в описании скрабик такой скраб для губ называется шоколад так составит там я посмотрю что уже жаба наверное какао тертое и сахар какой же он классный я взяла его по отзывам на валбересе кажется я его у меня тут шпатель я его девочки мальчики я его уже пробовала смогут вот это вот вот это я шпателем подковырнула какой же во первых он пахнет как шоколад это или как конфетка и он очень приятный на губах у нас масло ну там написано было с маслом жажоба он очень приятный и если вы узнаете что стоит он еще очень приятно вы влюбитесь 199 рублей вся радость сейчас на валберес объем внушительный не вижу сколько но такая баночка вот посмотрите на руке не маленькая рекомендую мне понравился очень и брала я его мне нужен скраб для моделей потому что в зимний период у многих девочек и женщин губки от ветра от всего от пересушивания обветренные такие губки не не очень как бы ровный а надо нам выравнивать и чтобы все было красиво чтоб все по красоте да вот чтоб все по красоте купила специально скрабик так показала дальше еще я кажется ошиблась с цветом мне нужен был красный карандаш и я почему-то в этот раз решила попробовать вивьен сабо хотя меня вполне устраивали карандаше от места из вот они рядом я показывал их в прошлом видео как интересно можете посмотреть а ссылочку оставлю там внизу но решила взять почему-то красный не от не стоит от вивьен сабо взяла на валбереса заказала номер 206 у меня и кажется мне ведь я еще вот он еще даже в упаковке мне кажется что это не совсем тот красный который я бы хотела он идет с малиновым акцентом как будто возможно камера не отобразит как это на самом деле но напишите если у кого-то был хорошо 206 мне кажется что он идет у него холодный пигмент и он то ли в розовину то ли в куда-то в малину как будто бы уходит не совсем то что мне было нужно немножко я не то чтобы расстроена но как карандаше наверное много не бывает но не совсем просто то что я хотела я хотела красить классический красный хотя с другой стороны да нет он с розовинкой с розовинкой ладно дальше про покупки но напишите у кого был может быть вы пользуетесь может он очень хорошо сидит на себе сейчас не буду ничего показывать вот кстати видите я без бровков но без ничего дома если очень постараюсь то может быть даже и сегодня выпущу это видео кстати чу я могу уже убрать правда чтобы как-то покрасивейше немножко быть покрасивейше а то и так тут без бровей без глаз с пандами сижу да с вами так дальше поехали смотрите девчонки еще купила так из интересного ну вот такой вот салфетки для снятия для очищения вернее кистей хотел сказать для снятия макияжа не для очищения кистей они были очень по хорошей цене у меня вот есть manly pro но я их экономлю немножечко что они такие дороговастенькие а вот вот от этого бренда читайте кто какой закучил жуст жаст кто на что гораст вот эти салфетки кажется по 400 рублей были это очень дешево у меня от этого бренда кисти мы кстати дойдем сейчас до кисти и я скажу что не так но салфетки уже покупали девочки с которыми я училась на курсе вот в школе макияжа одна из девочек настя купила тут салфетки и мы с ней пользовали она себе чистила кисти и мне дала на пробу и них не хуже чем manly pro поэтому в целях экономии можете попробовать взять показала дальше еще от шик выкупила спонж он был обычно его цена 500 рублей насколько помнится мне в этот раз я его заказала по 300 рублей 300 забыла цену в описании хорошо 322 рубля не помню какая такая цена я решила что за эти деньги можно хотя у меня сейчас спонжей достаточное количество но попробовать не будет лишним пока он по скидке я взяла видите он идет тоже в упаковочке тоже здесь зип застежкой я хочу размер я не открывала ни разу хочу размер посмотреть здесь вот аббревиатура шик не знаю видно ли или нет мне кажется он такой же как и ну вот мои мой спонж вот желтенький вот такой но он бывалый а этот новобранец поэтому возможно бывалый немножечко приобретает крупные очертания покрупнее а вот этот чуть-чуть кажется поменьше но посмотрим когда наш преподаватель работала красила моделей спонжем от шик она пользовалась она очень хвалила ей действительно нравится и тоже девочки наши прикупили я кажется вам рассказывала а я купила от manly pro от manly pro неплохой фиолетовый он был в прошлом ролике но тем не менее потом для интереса сравню с шик и узнаю ну что что на самом деле по факту вот понравится мне больше хотел вам там показать один спонжик но не буду ладно все шик если интересуетесь любите то сейчас выгодно но не буду упаковывать а то буду шуршать долго дальше это я купила для кистей я сейчас покажу через ладонь обычный органайзер для карандашиков контейнер органайзер но я его приобрела для кистей я покажу сейчас свой старый как это выглядит это опять же когда я девочек модели крашу куда-то прихожу да ну или даже в нашем магазине когда отработки приходила делать то грязные кисти я кладу вот сюда вот в этот стакан но он у меня здесь не видно мне кажется но он такой у меня бывалый он весь погнутый старенький одним словом вот я купила ему замену новенький также был на акции так следующее еще я купила от катрис очень хорошая штучка и керлер многие знают естественно что такое керлер кто не знает тот узнает и я уже пользовалась этим керлером керлер приобрела в кажется в улыбке ра нет подружки подружки я приобрела керлер он стоил 350 или 360 рублей вот к нему идет еще дополнительные механизм вот там на случай когда вот этот вот придет в не годность от частого зажимания за эту цену кажется это все очень прилично на себе уже несколько раз пробовала мягко отлично зажимает но у меня вот эти вот краешки ресничек краешки неудобно не попадает как будто бы что я сделала я нашла вот такой маленький керлер не пойму что за бренд честно говоря сейчас уже я еще не пользовалась семья вот его только-только получила вот он был по хорошей цене все в описании увидите ссылка и цена к нему в подарок положили палочку кисточку для туши и дополнительную также даже две дополнительные секции так назову вот если будет также от частого употребления вот эта секция уже такая силиконовая она наверное или какая-то пластик что-то такое мягкое здесь когда уже это сотрется местечко можно будет менять это именно керлер зажим для видите у него маленькая такая платформа как показать думаю лучше вот так вот сюда вот реснички между молотом и наковальни все и также зажимаем все открываем и как раз краешки ресничек слушайте давайте попробуем что ли или не будем уже сейчас смертельный номер этот делать мне самой интересно честно сказать потренироваться сейчас если получится не далеко я сейчас мимо глаза пронесу вот такой керлер одним словом потом напишу вам хорошо в комментариях как он действует понравился он мне или нет так что керлер я вам показала теперь наверное все что ли а я не помню единственное не помню показывала ли я вам подводку от никс черную если показывала не будет грехом я покажу еще раз я скажу кое-какое дополнение к этой подводки от никс наверное показывала но может быть и нет вот она в активном пользовании хочу отметить если она еще есть если вы ее увидите ссылка будет в описании и она еще будет к тому же по хорошей цене берите потому что а я вспомнила я брала ее без скидки было тогда 1300 она с чем-то стоила я взяла эту баночку в чем прелесть прелесть в том что она ядреная ну есть плюс и минус плюс в том что она она очень быстро она водостойкая как только нанесли и даже когда вы нанесли на кисть хотела вам показать с кисточкой только-только я вчера красилась этой подводкой как только вы наносите на кисть ее сразу переносить на глаз нужно быстро это делать потому что иначе она застывает и уже становится не очень рабочий плюс большой в том что она застыла и схватилась вцепилась вашу кожу мертвой хваткой минус в том что довольно сложно когда я сейчас учусь быстро ее наносить потому что моментальная сцепка моментально мне кажется она уже на воздухе в момент когда ты взял начинаешь елозить этой кистью по руке и потом переносить на глаз и уже в половине процесса по-моему все это застывает ну если кому-то нравится твау эффект посмотрите вдруг вот эта вещь будет на акции так вроде бы про покупки рассказала давайте сейчас я посмотрю патча а патчи кажется уже и подсыхают даже да давайте мы сейчас наверное так а я кажется не подготовила что под глаза ну ладно так ладно убираем все да хотя бы увлажнила девчонки вообще же начала с того что некогда мне вся домашняя рутина на меня упала просто свалилась когда я работала муж с сыном еще как-то помогали мне пытались что-то делать по дому а сейчас когда мама дома называется это мама дома такие дела я не жалуюсь не подумайте это приятные хлопоты я просто рассказываю о том что со временем я не угадала никакого отрезка свободного я не выгадала ну немного жаль но что делать так теперь еще хочу сказать так как я сняла этот скрабик сейчас губ вот перед тем как видео это делать на губах у меня вот такой самый обычный я уже вам раза два его показывала а кокосовый от фрешлайн вот его он уже подходит к концу кокосик сначала мне не очень понравился а потом ничего разошелся сейчас будем с вами наносить люлифт от шанель флюид что-то я как-то хотела по привычке сразу сюда нет мы его сразу вот так вот я сейчас быстренько его нанесу потому что у меня ничего под рукой нету а для глаз у меня вообще ничего нет ой а что я на все лицо-то ой девчонки вот я что-то совсем тупанула ладно прям реально тупанула мы же с вами сделали глазки а я наношу на все лицо представляете как будто я сделала маску для лица у меня это было в планах но я же не стала это осуществлять мысли в голове осталось ну и господь с ним раз уж взяла в руки скажу два слова я подарила маша отдала вот этот вот да люлифт от шанель флюид она мне его отдала потому что обратно потому что у нее реакция ей не понравился также запах ну запах специфический у шанель она мне его обратно короче передарила вот пользуюсь я им поэтому пользуюсь ну нормально потом обсудим его сейчас не про не про шанель раз уж просто в руки взяла я вам краткую характеристику сказала я пользуюсь без реакций без каких-то особенных комментариев шанель и шанель аромат шанельевский не всем подходящий но я спокойно переношу маша вот отдала причем она несколько раз пробовала первый раз подумала когда реакция пошла у нее покраснело очень сильно зачесалось покраснело лицо я сначала подумала что возможно что то другое а потом поняла нет шанель поэтому шанель перекочевала обратно ко мне а мы успеваем с вами пустые баночки наверное так же и покажу сейчас еще вам девчонки вот у меня на мне сегодня фрагонар фрагонар аромат под названием diamond диамант бриллиант то бишь я сижу вся в этом бриллианте единственное я знаю что кто-то из вас девочки приобрели набор у меня кстати вот он рядышком вот он этот наборчик здесь место для диамант и мне очень все нравится единственное что не нравится мне жутко неудобно подцеплять подцеплять когда вот эту крышечку потому что ногтями неудобно и без ногтей неудобно и с ногтями неудобно зубами неудобно и некоторые некоторый дискомфорт ощущается очень вот здесь большое отверстие можно держать его я знаете как придумала для себя можно держать просто вертикально без этой пробочки я ее убираю и ставлю но вот только в стоячем положении в таком в вертикальном будет стоять у вас флакон тогда все будет в порядке если вы его обратно положите в коробочку вот сюда воткнете попользовались и воткнули а потом коробочку вот так положите горизонтально то все у вас у меня такая штука произошла с каким-то из этих ароматов сейчас я посмотрю я также разно разнашивала сейчас найду и в какой-то момент мне надоело эти крышки туда-сюда с зубами я их открываю по другому не получается и я вот по-моему вот с этим ароматом вышла у меня такая история да смотрите предупреждаю вас я положила сняла заглушечку и забылась поставила в коробку а коробку положила и вот результат видите это естественно жидкость то вытекает вот собственно у меня подтекло и вот такой вот красота она немножечко подстерлась было жаль но что делать потом я уже обратно голову приделала чтобы не было таких казусов и теперь когда я хожу разнашиваю аромат я просто вынимаю и ставлю отдельно уже в коробку не убираю ладно будьте аккуратны мне-то абсолютно это хотя я тоже люблю все красивое но уж раз так случилось я всегда все минусы перевожу в плюсы думаю ну зато я получила опыт позитивный негативный опыт есть опыт поэтому вот так так из пустых банок успеем давайте пробежимся что у меня закончилось у меня закончилась вот такая сыворотка от гарнье смотрите вот она вот у меня вторая я вам уже ее показывал и вот вторая вот она средство здесь а вот это вот до самого я использовала ее до самого днища хочу сказать что как эконом варианты и вообще вариант смены когда ты покупаешь дорогое потом что-то подешевле может вы всегда покупаете дорогое я все-таки стараюсь миксовать подороже подешевле так вот делаю подороже подешевле ну так легче моему к шельку выживать поэтому сейчас вот это и как эконом вариант как вариант подешевле я вполне ее освоила это третий уже пузырек третий если не четвертый третий точно вполне приятная свеженькая мне кажется что эффект ну мне нравится во всяком случае я ее причем и утром и вечером использую и на моделях кстати тоже использую для моделей так эколотье мицеллярная водичка которая как раз подошла к концу все убираю замену еще не купила тафт много раз показывала очередной полностью закончился давайте его сюда тоже уберу всегда покупаю стараюсь всегда покупать тафт меня устраивает закончился у меня дезодорант от пайо роликовый я его тогда брала в нашем магазине на скидке тогда много взяла когда тогда это когда они были на скидке очень хорошая была акция обошелся мне вот этот дезодорант тогда в двести девяносто девять рублей представьте какие были скидки двести девяносто девять рублей я их набрала штук пять или шесть девчонка в магазине подарила это точно штуки три подарила девочкам а остальные себе взяла один Маше дала один и еще кому-то подарила так ушли мои все шесть дезодорантов а может даже семь брала не знаю тогда много повторила бы я его за эту цену повторила бы если было бы выше наверное нет объясню почему приятно пахнет приятная отдушка греет душу что это пайо хороший бренд французский но он не раздражает меня пахнет не только не только приятно косметическая отдушка приятной косметикой но я не понимаю вот его цена кажется 1200 в магазине в районе тысячи там разные старая версия новая тысячу тысячу двести с копеечкой поэтому будем говорить тысячу тысячу двести я не очень понимаю за что тысячу двести в моем случае повторюсь потому что вот самые простые вот этот который вам уже показывала еще никак не выброшу в пустых банках дав это тот который мне сильно очень кусает подмышки я не вижу особенной разницы мне пардон однофигственно вот это за тысячу рублей с копеечкой или вот это за сто с копеечкой а раз разницы нет зачем платить больше я не сноб и мне как-то что тут поё а вот удав значение не имеет совершенно для меня поэтому вот если в этом ключе рассматривать если вам имеет значение вы не хотите принципиально дешевками как некоторые говорят пользоваться тогда конечно для вас вот этот классно подойдет на акциях без акции а если вам все равно как и мне но повторю чем вот эти хороши почему я не хочу переплачивать потому что практически я не потею так устроен мой организм у меня очень мало выходит пота и поэтому возможно все недорогие средства мне вполне подходят дальше и что там дальше что у нас а вот а дальше штучка которая мне очень понравилась у меня бальзамчик в мини версии был от эсти лаудер для области вокруг глаз и он закончился я его экономила экономила но всю жизнь не протянешь доэкономилась и закончилась он сколько не экономила он в магазине если полную баночку брать дорогая конечно будет баночка дорогая покупка это advanced night repair но для глаз но я пока не знаю что мне приобрести но вот этот понравился очень этот малыш это средство если было у меня как-то видео когда я рассказывала про advanced night repair в сыворотке сывороточный вариант я сказала что я повторять пожалуй не буду но мне эффекта нету как-то давно было лет 15 назад потом чем взрослее тем меньше эффекта то вот бальзамчик для области вокруг глаз мне прямо зашел ну ура поэтому рекомендую ну смотрите так сейчас скажу что рекомендую а что не рекомендую секундочку достану то уже неудобно мне так и у меня вот такая тут интересная еще вещь смотрите зубная паста от зинтерс я так давно хотела вам ее показать тянула тянула и еще был момент у нас дома что мы остались без пасты мы просто забывали покупать и все и каждый раз хоп нет пасты и я уже вот эту смотрите выжила все что было можно из этой из этого бедного флакона тюбика я купила этот эту пасту зинтерс где-то в интернете озон или валберес если найду ссылку скину стоила она по-моему на тот момент 139 рублей какая-то вообще копеечная цена я купила две штуки себе и маме и галюсику и она закончила и я закончила и еще бы повторила она оранжевого цвета у нее приятное ну там не видно наверное или что-то такое оранжевеет у нее приятная отдушка я от паст вообще не вижу от любых какого-то вау-эффекта поэтому мне трудно сказать про какой-то очумительный или космический эффект но просто мне понравилось я очень хотела именно диндерс протестировать потому что средства помните для рук для волос шампуни я все это тестирую вам показываю до пустых банок еще не дошло они в ходу все а пасту захотела взять и вот взяла мы довольны с мамой я бы с удовольствием ее повторила за недорогие деньги классный обычный эффект не классный неправильно эффект эффект как эффект просто мне приятно пользоваться этой продукцией теперь очень удивительные вещи смотрите я их решила в пустых показать я не знаю куда я их дену выкину или буду доделывать пожалуйста вот этот бренд джуст или джаст как вы его правильно назовете и от которого я купила салфетки и от которого все мои школьные кисти так я их называю школьные набор кистей в кофре в черном я вам показывала пару раз который я приобрела в школе макияжа где училась и вот первая кисть полетела все она отклеилась конечно я ее чаще всего использовала это удобная кисть лопаточка для нанесения тона там просто клей внутри вам не видно но там прям такой кусочек брусок клея и все хотя я мою и сушу кисти правильно то есть вот так вот да вот на такой вот так не ставлю мокрые кисти или под градусом или вот так вот просто все это очень быстро пришло в негодность это уже вторая кисть первую я просто заклеила молча была первая у меня отлетела кисть для губ но ее здесь сейчас нету да да кисть для губ отлетела я ее посадила на клей на момент и она живет ну вот эту показываю вам потому что это уже вторая кисть имейте ввиду они так все кисточки они не очень плотные ну сам видите и меня удивило неприятно от этих я особо ничего не ждала скажу честно но вот от марки номер один я немножко удивилась вот эта кисть я и пользовалась всего несколько раз она удобная такая на хорошо набитенькая для контуринга кисть вот эти вот наши да брыльки там допустим с вами ну вообще удобно ее с собой удобно брать удобно что-то коротенькая в косметичку бросил и пошел но если учесть что смотрите я пользовалась ей редко вот редко мытье ей не пошло на пользу она сначала она вся потрескалась если вам видно она вся вот в трещинах как кирпичики видите а после второго по-моему это было после первого мытья трещинки а после второго мытья была уже поломка это первая кисть у меня же очень много кистей вот они все стоят ну я тут не все конечно но их у меня куча куча-куча от номер один много на самом деле много-много вот из того что остальные в кофре наверное у меня сейчас посмотрю много от номер один вот то что нашла вот под рукой вот они и все с ними в порядке со всеми хотя вот это я сейчас посмотрела большая тоже она в трещинках если вы видите в полосочках но тут во всяком случае все соединения живы ничего не отваливается не отламывается остальные все живы кисти а вот это просто раз и все и отколупнулась мне было как-то странно а как же пользоваться она не самая дешевая кисти от номер один не самые дешевые кисти и вот этот эффект после второго раза мытья получить странно по меньшей мере поэтому может кто-нибудь даст какой-то комментарий я не знаю может вообще бренд если увидит даст какой-то комментарий по поводу своей кисти это очень странно кстати вот у меня еще их кисть я вот смотрю вот такая еще у меня кисточка от номер один вот просто я и красилась она у меня видите в таком состоянии так что-то еще было ну ладно оставим так а теперь я покажу вам очень интересные моменты которые мне не понравились летит скажу наверное вам честно в помойку этот крем я забрала его у мамы это дивина белеца показывала рассказывала о нем кратко упоминала это фейс крем-коктейль крем-коктейль для лица видите мама не смогла как-то я к ней пришла смотрю у нее стоит на ванной в ванной комнате на полочке вернее стоит ну вот вот это вот то что я ей подарила говорю мам ну что пользуешься как тебе она а говорю голюська оставь мне немножко мне нужно для видео девчонкам попробовать и сказать свой вообще вывод как эти кремы себя ведут она говорит слушай забирай прямо сейчас честно они мне поднадоели и вообще честно и нравится мне не очень я забрала говорю ну хорошо ладно у нее там уже есть что она открыла банку обрадовалась стала я пробовать я не могу это допробовать не могу доносить как бы я не хотела мне не нравится я поняла ее у нее две претензии к запаху и с чем я с ней совершенно согласна это пахнет хуже чем шанель если у шанель просто специфическая отдушка она кому-то нравится кому-то не очень мне не очень лучше было бы если бы не было отдушки у шанель вот например у этого флюида или я вам пару раз показывала маску ночную она еще там у меня в стадии заканчивания от шанель специфический аромат мне тоже не нравится лучше без него но вот это пахнет как по мне так вообще ужасно фу я не могу даже это нюхать наносить на лицо я нанесла его пару раз выдержала потом чувствую мне ну нехорошо мне понравилось совсем обещаю производитель нам обещает что здесь красное вино стволовые клетки винограда натуральный продукт там 98 процентов но ребят я все понимаю но мне вот этим натуральным продуктом пользоваться не хочется я бы лучше попользовалась какой-нибудь какой-нибудь попроще продукции попроще без крутых ингредиентов но чтоб только она так не пахла очень многие люди реагируют на запах я не знаю вряд ли производитель меня услышат тем более что производит это эту продукцию супруга бывшая бывшая супруга учредителя вот этого бренда нашего рифгош нашей сети парфюмерно-косметической это ее дивина белеца да у нее там плантация где в тоскане где-то и там выращивают виноградники там производство все делается и вино и вот эти кремы но слушайте с посадушкой что-то надо делать но она напишите девчонки кто-то брал или нет по мне так она ужасная невыносимая я вот это вот вынуждена выкинуть потому что я не могу это допользовать даже на руки уже думаю ладно лицо но у меня будет раздражать на руку запах просто очень сильный едкий какой-то сладковатый кисловатый запах да текстура текстура не понравилась тоже она вы понимаете кажется что легкая вот если вы посмотрите как будто бы легкая нежирная текстура как будто бы хороша для жирной кожи но она она какая-то какая-то непонятная она ложится пленкой на лицо и нету впечатления комфорта нету впечатления что это дорогой крем и он ложится и так комфортно прям распределяется на лице и работать начинает с твоей кожи вот у меня так не ума она первая сказала мне не понравилось какая-то жирная пленка на лице потом все исчезает и как будто кожи наоборот уже не хватает все это в общем она говорит я не поняла вообще ни сначала ни с конца эти твои кремы поэтому хочешь забирай и больше не возвращай я попробовала думаю может быть это у нее такое ощущение у меня такое же ощущение как-то мне не зашло но и все-таки я даже смирилась бы наверное с консистенцией с консистенцией но меня совершенно выбивает этот аромат из-за клея это получше немножко как по мне как маме так тоже нет а как по мне так sleeping mask это винная ночная маска или винный ночной крем но также на вине я сейчас текстура видите какая тут немножечко цвет другой такой желтоватый здесь меньше запах в общем ночная вещь эта ночная масочка она как-то поносибельнее и в плане отдушки по аромату и в плане вообще комфорта нанесения на кожу и ощущение после нанесения поэтому ну тут еще можно подумать насчет ночной маски а вот эта штука ну совсем неносибельная утро вечера его можно использовать но нам совсем не зашло а так смотрите сами думайте сами да решать вам я вот все что смогла девочки вам рассказала на сегодня наверное это как-то вот оно сначала жирно липко а потом как будто бы и нет ничего это я касаемо крема говорю а вот здесь вот все получше ситуация все получше поприятнее и слава богу по запаху тоже поприятнее да возможно на коже он потом становится чуть менее таким ядовитым ароматом но это ж надо выдержать сначала а мне уже сначала неприятно зачем же покупать дорогую вещь которая тебе неприятна прямо с самого начала я не вижу в этом логике так девчонки на сегодня это было все мы с вами еще поболтаем про рифгош поболтаем также в спокойной обстановке хорошо разберем там вы кстати если хотите болтологическое спокойное расслабленное видео про рифгош задавайте вопросы на которые мне будет легче отвечать и так комфортно будет выстраиваться наше видео потому что какие-то моменты я конечно буду вспоминать но все-таки интересно когда ты опираешься на что-то у тебя есть вопрос от человека например мне кто-то задал вопрос в комментариях под последним видео про рифгош можно ли было в течение дня пользоваться ароматами и вообще продукции я конечно ответила да можно это был момент интересный для вас и возможно сама я бы его не сразу вспомнила потом еще был интересный вопрос про зарплату то есть зарплату как платят в белую в серую или 50-50 я также ответила да действительно зарплата там идет вся в белую то есть все показываете без проблем здесь в этом в этом вопросе все чисто прозрачно если вот какие-то такие вопросы у вас по работе технические какие-то вопросы по продуктам может быть вопросы еще что-то спрашивайте хорошо и я уже на основании этого буду подстраивать ваши вопросы в свое видео такое спокойное в расслабленное что мы еще конечно с вами к репгош вернемся не раз будем обсуждать его не думайте все а то на 40 минут девчонки мальчишки я постараюсь прям сегодня может быть успею обработать это видео поставить на youtube чтобы вам было чем заняться в выходные дни безум пишите комментарии увидимся под видео хорошо